приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как настроить сервер терминалов rdp под линуксом то есть по сути как сделать такой сервер где сможет работать много много пользователей одновременно для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы повышаем вашу квалификацию мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно я делаю объясняю показываю вам все ну а ваша задача за мной это дело повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю как результат повысить свою заработную плату ну и вообще уровень жизни в целом давайте приступаем коллеги значит что важно начнем с теории что такое сервер терминалов сервер терминалов это такой сервер который находится где-то в безопасном месте в облаках ну и на этом сервере может одновременно работать много-много пользователей соответственно получается что пользователь работает удаленно а на его компьютер передается только картинка рабочего стола то есть запускается все приложения на сервере ну а видит он это дело все у себя на компьютере это называется вот сервер терминалов дальше для удаленного доступа будем использовать протокол rdp ремонт десктоп протокол как результат есть клиенты рдпшные для любых операционных систем что важно то что классический сервер терминалов компании microsoft стоит денег там лицензирование например происходит или по пользователям количеству пользователей или по количеству одновременных подключенных устройств мы это все с вами выполним под линуксом как результат вы можете сэкономить кучу кучу денег таким образом берем мощный хороший сервер запускаем туда пользователей и все и можно управлять только одним сервером вот поддерживать его работу ну и все будут счастливы и довольны и деньги сэкономлены и пользователи смогут работать поехали дальше все что я буду сегодня делать все что я буду сегодня показывать есть статье в блоге собственно мы видим блог и собственно текстовая версия сегодняшнего видео есть вот в блоге ссылку на эту статью вы найдете под этим видео дальше 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 что у нас тут дальше значит следующий этап сервер вот у меня сервер уже готовый давайте посмотрим что это за линукс кэт етк lsb релиз это у меня ubuntu 20.04 вы можете использовать и другой линукс не обязательно ubuntu не обязательно 20.04 тут как говорится зависит от ваших предпочтений следующий этап коллеги то что у меня это обычная серверная ubuntu обычный серверный линукс что важно то что мне необходимо поставить графический интерфейс пользователя иксы десктопный менеджер и так дальше как это сделать очень просто apt install x ubuntu минус десктоп собственно будет установлена графический интерфейс пользователя все что нужно в качестве оконного менеджера будет использоваться xfse соответственно нажимаем enter здесь нужно скачать 734 мегабайта 1228 пакетов ну собственно я соглашаюсь и необходимо подождать процесс установки собственно графического интерфейса пользователя может занять некоторое время итак следующий этап это установка службы x rdp которая будет по сути и обеспечивать доступ к нашему серверу по протоколу rdp устанавливаем apt install x rdp так здесь соглашаемся yes и собственно выполняется установка так поехали дальше значит следующий этап коллеги это необходимо установить xfse для простоты для то что все быстро работало до оконный десктоп менеджер который называется xfse устанавливаем apt install xfse 4 так здесь yes и это дело тоже у нас устанавливается следующий этап коллеги это необходимо настроить сессию да то есть чтобы при входе пользователя в систему стартовала сессия именно xfse значит что важно то что я вначале заведу нескольких пользователей для теста до чтобы можно было подключаться и вам показать как эти пользователи работают удаленно для добавления пользователя использую команду add user а дальше имя пользователя user 1 так пароль вводим пароль придумываем пароль для пользователя так так описание тест user 1 так здесь все оставляем по умолчанию yes так сейчас есть дальше добавляем 2 пользователя так придумаем пароль для 2 пользователя так так тест user 2 так остальное оставляем по умолчанию есть есть так здорово ну и теперь давайте создадим файлик xsession в домашней папке каждого пользователя, чтобы можно было это дело все уже, чтобы он мог подключаться. Итак, поехали. Значит, единственный момент то, что здесь нужно будет подправить слэш home, home слэш юзер 1 юзер 1, да, и вот так вот. Аналогично делаем и для второго пользователя, для второго пользователя. Если вам нужно больше пользователей, то заведите там хоть тысячу штук, ну не тысячу, понятно, но если сервер мощный, да, там 100 человек может легко работать. Итак, поехали. Следующая настройка, это настройка, собственно, xrdp. Давайте подправим, чтобы у нас запускался xfse. Значит, листаем самый низ и вот эту строчку exec, необходимо подправить. Соответственно, xsession мы заменим на, на что заменим? Мы заменим на, 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 на старт xfse 4, да, то есть вот таким образом мы это дело подправляем. Так, сохраняем файлик, сохраняем файлик, ну и дальше нам необходимо перезапустить сервис, сервис xrdp, restart, перезапустить xrdp. Так, служба у нас успешно перезапустилась. Ну что, здорово. Дальше выполняем подключение к удаленному рабочему столу. Для этого будем использовать классический клиент Microsoft MSTSK, подключение к удаленному рабочему столу. Дальше необходимо указать IP-адрес сервера или, или его доменное имя. Как посмотреть IP-адрес? IP ADDRUSHU. Соответственно, видим, что у него IP-адрес 164, 92, 139, 25. Ну и собственно, это дело сюда вставляем. Нажимаем подключиться, подключиться, так, подключиться. Что мы видим? Мы видим приглашение на вход в систему. Здесь вводим имя пользователя User1, которое мы создали накануне и пароль. Это от этого пользователя и нажимаем Enter. Так, видим, что произошло подключение и дальше система что-то хочет, рутовые права, что-то там доустановить. Давайте мы здесь введем права пользователя, рут. Так, что-то тут не хочет. Internal error, так, что-то там. Локер, локер. Ага, это заставка, что-то там. Значит, заставка, что-то там, какие-то косяки. Так, ну в принципе, все запустилось. Прекрасно, коллеги. Таким образом, что мы видим? Мы видим полностью готовый, вот так, еще что-то хочет. Так, введем пароль рута, чтобы доустановилось все это дело. Так, так, какой там пароль? Вот такой, наверное, да? Так, все прекрасно, да? То есть, вот, пожалуйста, полноценная среда для работы, где можно работать, по сути, удаленно, да? Ну, давайте протестим что-нибудь, запустим какой-нибудь веб-браузер. Веб-браузер запускается. Так, давайте зайдем в блог. Так, ну что, блог открывается, можно работать. Дальше, давайте протестируем второе, подключение второго пользователя. Так, Windows R, MS-TSK. Здесь я буду уже подключаться по домену, соответственно, remote desktop hbb.me. Нажимаем подключиться. Так, подключиться. Вводим user2 и пароль от пользователя 2. Так, так, происходит подключение, запуск, по сути, терминальной сессии. Пожалуйста, коллеги, тоже все работает аналогичным образом. Вот такая интересная штука. Давайте запустим, запустим кого? В райтера, либроофисовского, да, пожалуйста. Вот все у меня запускается, да, можно даже тут отправить какие-то файлы, что-то там печатать и так дальше. Таким образом, у меня два пользователя, вот один, вот второй, да, два пользователя работают одновременно на одном сервере. Таким образом, можно завести необходимое количество пользователей и, собственно, все будет работать. Ну, я вам так скажу, что если у вас сервер достаточно мощный, то есть в основном все ресурсы упираются в оперативную память, то есть вот 100 человек нормально работает на 196 гигабайтах оперативной памяти. Вот это из практики. Поэтому можете локализировать дальше себе линуксы здесь, да, то есть линукс там, да, хотя можно каждый пользователь может настроить под себя коллеги, да, то есть кто-то будет там на английском языке работать, кто-то там на русском, кто-то на украинском, кто-то на турецком без проблем, да, то есть локализации здесь прям гибко все это дело можно настроить. Таким образом, что получается, что мы имеем хороший, надежный сервер терминалов, который где-то там в облаках крутится, вот вы им управляете, то есть это единое место, где вы занимаетесь обслуживанием, управлением этого сервера и не надо бегать, ездить между этими филиалами, компьютерами, переживать, что что-то там не работает, то есть вы вот в одном месте все настраиваете и все на самом деле здорово. Ну и что еще важно, то что это RDP, соответственно, можно подключать принтеры, флешки, всякие токены пробрасывать и так дальше, то есть это тоже при необходимости можно настроить. Вот такой вот хороший, надежный сервер терминалов. Коллеги, если для вас это видео было полезным, оцените его лайком, ну и подписывайтесь на наш канал, где мы выкладываем все возможные видеоролики, которые, собственно, по вашим заявкам. Поэтому, если у вас что-то не получается, вот пишите вопросы по серверу терминалов, может быть вы хотите что-то сделать, то все наши мастер-классы это по вашим заявкам. Поэтому без проблем покажем, вот настроим и вы тоже сможете в этом деле, как говорится, поучаствовать. Если вам интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программирования, то приходите к нам на курсы, где мы, собственно, помогаем не только вот с этим всем делом, да вот, но и с трудоустройством. То есть курсы у нас практически с трудоустройством. Ну, например, приглашаю вас на курс Linux 0, где за 2 недели 6 занятий вы, по сути, научитесь делать то, что я вот вам сегодня показывал. Вот стоит это 24 бакса. Недорого, но, по крайней мере, можно чему-то и научиться. Дальше, введение в кибербезопасность. Коллеги, сейчас на данный момент кибербезопасников, специалистов по кибербезопасности необходимо больше, чем программистов всех вместе взятых. Вот хорошая такая профессия в долгую, можно себе как бы надолго сделать хорошую зарплату вот на перспективу и обучиться и работать в этой сфере. Поэтому тоже вас приглашаю. Следующий важный момент, то, что необходимо быть специалистом на стыке каких-то знаний и технологий. То есть, вот у нас Linux. Ну, Linux что у нас? Он по сети. Понимаете, это сетевой Linux. Вот. По сети все передается, поэтому нужно, получается, знать и Linux, и сети. Вот. Соответственно, приглашаю вас на курс по сетям. Дальше. Если добавить к этому программирование, получается DevOps Engineer. Зарплата 2500 долларов без опыта работы. Поэтому становитесь специалистом на стыке знаний, осваивайте новые технологии, ну и превращайте это все в заработную плату. На этом все. Мир дому вашему. Асаламу алейкум. Берегите себя своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. На этом все. До свидания.